здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и у нас сегодня программа спортивная приятная потому что в ну во первых нам пришли гости которые уже были год тому назад и за это время произошло много всяких событий приятных очень часто говорим нашим гостям что как только заработаете следующую медаль но в речь о спортсменах естественно идет то не забудьте к нам обязательно прийти тут у нас был большой перерыв и медали есть и я приветствую в этой студии алексей николаевич илюхин тренер спортивной школы олимпийского резерва городского округа люберцы и личный тренер артема баркова трехкратного чемпиона россии и бронзового призера по лыжным гонкам по юношам 15-16 лет вроде бы я все правильно сказал потому что у вас у спортсменов все же очень строго не дай бог чуть-чуть скажешь начнем с последнего соревнования артем позволю тренера право 1 спортсмену адресовать какой был последнее соревнование важно во первенство россии это какая медаль вот это вот эти две сразу две медали расскажите за что вы их получили в первый день соревнований была гонка солом стиль на 10 км разделка 10 километров 10 километров до пробежали я выиграл совсем-то маленький отрыв был меня две-три секунды то есть был шанс что мог еще и не выиграть покоим там пригод отрешалась до доме они фиширули уже все и на следующий день к так же каком коньком убежали и блин за игру это вторая медаль да вот две медали у нас здесь лежат которые имеют непосредственное отношение очень красивые все как положено и тут я уже подключая личного тренера лифи как кстати интересный момент когда почти вот кто-то дышал чё с тренером то в этот момент происходит когда вот ладно спортсмен у него какая-то своя там жизнь в эту секунду а у вас вы-то видите что еще одно неточное движение и все но все летит в пустоту ну конечно же вот понятное дело что и тренер внутренне переживает за спортсмен но стараясь держится бежать бежать с ним максимально свои эмоции сдерживать и конечно же корректировать спортсмена в течение гонки вот подсказывать ему корректировать по времени вот как спортсмен продвигается идет какое место занимает на данном отрезке дистанции но какой-то свой да идет такой а вот это когда мы видим соревнования которые показывают по телевидению бегущий тренер который кричит что-то там и так далее это она или вы как-то другими еще знаками это переда что-то похоже да что-то похоже но есть какие-то свои я понимаю прекрасно что спортсмены все люди честные безусловно но некие способы донести информацию что там кто-то тебя догоняет и он он-то сам то ведь вы же знаете же у вас догоняют артем нет я не знаю если тренирую я не вызывайте что-то за мной бежит нет нет раздельный старт это очень сложная дисциплина когда спортсмен стартует один а вот и бежит всю гонку практически один лидеры бывают или его конкуренты основные бывают стартуют сзади бывают стартует впереди ну вот и здесь роль тренера отводится именно на то чтобы спортсмена скорректировать и обозначить в данный момент какое место он занимает ну вот на определенном отрезке вот есть определенная то когда спортсмен узнает что вот он в первых позициях кстати вот в этой медали 1 которую вы бежали вы как сразу первым было ли как как там считается чтобы мы понимали но прошел по нескольким отрезкам можно было выстраивать градацию что параша прошел по нескольким отрезкам именно лидер вот и здесь я конечно же сориентировал как говорите ты лидеры лишь да а правильно это говорить ведь он может думать расслабиться но все я лидеры так далее нет 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 артем вот вы услышали лидеры чего дальше происходят вы еще быстрее начинаете бежать нет сарова в голове до гонки выстраиваешь план и стараешься следовать его если слышит то что ты лидер от меня что здесь все делаешь правильно и просто до конца доработать а если что делаешь неправильно то что слышишь то сразу работаем на максимум просто уже ничего не поделать если что-то не то вопрос доработать до стараться сюда не сам скрывает ну ладно это такое дело это никуда не веришься почему потому что если мы все раскроем зачем мы будем наша задача какая чтобы медали были мы еще о двух других медалях поговорим это же медали которые пришли к нам еще от после того эфира да где это было это было в софтовкаре так вот в прошлом году прошлом году республика коми там тоже мы отобрались когда на перец россии артем выступил перед этим у нас были в эфире получать да да конечно же сразу после эфира где-то на неделе через две мы уехали и вот подготовили да да немножко хотя бы амбиции у нас появились да 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 и вот он завоевал бронзу в индивидуальной гонке и так как команда московской области на на тот момент была очень сильная ребята были 2006 2007 года очень сильно подготовлены они конечно же выиграли эстафету понятно а вот еще такой вопрос артем золото конечно можно обсуждать сколько угодно и вспоминать эти приятности и так далее серебро но это такое всегда можно сказать что но чуть-чуть то не хоть а вот бронза это некоторые но вот если мы футболистов берем да вот они любят так демонстративно бронзовую медаль снять сразу ему девайдами на он сразу и снимает типа мы должны были золото заработать но вашем виде спорта на ну очень бронзовая медаль тоже имеет определенный вес вот что со спортсменом происходит когда все-таки у него и не золото не серебро но все-таки бронза ну ругаете себя или как или тогда вот не получилось все равно по силу ряда причин там еще тренер где-то рядом вам наверно скажет почему бронза тогда наверное больше радовался потому что это было по старшему по старшему скирбятам то есть его полаше и не ожидала сам себя такого результата пропорциональном соотношении здорово было там но как-то все равно было вообще что-то что-то не то и как-то недостаточно скорее ну сначала порадовать потом расстроилась то что все-таки бронза это не золото да сначала что-то выиграл потом бронза а потом да вообще грудь наверное так свойственно да вот спортсмену с точки зрения физиологической даже он действительно же младше получается такая бронзовая медаль с приятным как у нас гроза медаль с золотым отливом да но мой взгляд такой что с каждым выигрышем и с каждым проигрышем спортсмен приобретает свой опыт вот этот опыт немало важен для того чтобы идти вперед ну ты даже когда спортсмен проигрывает этой несет за собой определенный шаг тот который именно нужен спортсмену для того чтобы потом в дальнейшем выигрывать уже более весомые соревнования а вот тренер он всегда знает ну тем более тренер личный который уже нас считывает своего подопечного что называется на сто процентов вы всегда знаете что медаль сегодня будет а иногда например счета сегодня это как чувство этих ты чуйка наша знаменитая и конечно конечно да вот каким по каким принципам да ну вот например две медали я был уверен что спортсмен их завоюет просто была стопроцентная уверенность тренер может на процентно быть уверенным в этом да конечно почему ну потому что я знаю как спортсмен подготовлен как он выступал я видел его в первой гонке и соответственно вот вижу как он по сравнению с остальными двигается ну а вот третья гонка нам не задалась что там случилось дайте мы сейчас просим сначала что случится есть третья медаль здесь еще должна 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 была быть но там получилось что хотел сделать не смог и состояние в тот день было не очень и а почему потому что вот вы немножко выложился на этих медалях или как ну скорее всего да после дня отдых легкий кризис свои словил и что такой легкий кризис ну как организм проваливается такой сцене то что и работа тяжело от и не можем выйти надо да да претерпеть не получилось гонка была короткая бы и к сожалению эмоционально не смог себя подвести к этой гонке нормально а может быть там как а кстати в гонке участвовали те же самые которые участвовали в этих то есть принципе вы соперника знали то есть далее на откуп немножко это что но 50 53 субъекта федерации то лучшие пять спортсменов приезжают туда лучшие пять спортсменов понятное дело конечно же там но что-то надо было отдать самую элиту и бороться с ними очень очень сложно маня а вот хорошо тогда это очень интересно сейчас такой тоже момент мы же почему еще беседуем потому что чтобы наши родители а может быть ребята которые пересмотрят может быть ваши какие-то коллеги как нет как это все выстраивается что это не так все легко или просто очень много всяких факторов вы что такое эмоционально почему оно произошло у спортсмена наоборот писать и одна медаль вторая потом как третье уже должна быть наш ну скорее всего подвелись именно психологическом плане не на том уровне на котором должны были подойти к этому старту а работает вот как-то мы сейчас даже не про артема говоря почему-то веришь это такая вообще случайность вот мы же мужской давно знакомы да вот целый год для этого какие-то тренинги специально существует на одно дело физиологическая нагрузка что значит психологическая нагрузка что сюда входит ну соответственно спортсмен должен быть настроен на победу то есть он уже начали вы еще есть один старт но когда я увидел спортсмены перед стартом я сразу понял что он проиграет ничего не сделать просто прыгать перед ним как-то скорее всего нет нет да скорее всего нет когда лидер немножко все-таки пасует он понятное дело значит сегодня не в данной форме находится в той которую он должен выигрывать а не выйти нельзя не выйти нельзя конечно же но иногда вот и мы знаем что великие спортсмены которых там целые легенды вдруг они берут и снимаются и все думают полно теперь-то наш точно выиграет такое ощущение что специально сделал что снялся но мы и начали эту эту беседу с того что как бы даже шаг и проигрыш он тоже отдает определенный результат то есть моя проанализировали все свои ошибки проанализировали тоже что могло повлиять на это и соответственно в последующем конечно же не наступить опять на грабли ну и чем закончилась артем для вас кстати тяжело смотреть глаза тренеру после таких вещей на ваших всех спортсменов тестируем или просто сказали что ну вот так вот бывает бывает такое ну на самом деле тогда я проблюсь такое состояние то что как бы все вокруг происходило ты сам сидишь и думаешь что-то сделал не так когда вокруг тебя все происходит и уже не обращаешь внимание на что ну вот строй на себя как и в жизни я думаю что есть на нормально вот и абсолютно согласен что представить себе человека который все время выигрывает но как-то я в это тоже не верю и поэтому завершая может быть даже не на на негативной ноте для вашей истории хочу напомнить но две-то медали есть две медали то какого образца поэтому сейчас делаем небольшую паузу и дальше перейдем же к вашим будущим творческим планом потому что стол на свете какой длинная поэтому их тоже нужно его нужно заполнить медалями дело небольшой паузы возвращаемся в студию открытого диалога напомню что эта программа открытый диалог у нас в гостях уже наши друзья алексей николай челюхин тренер спортивной школы олимпийского резерва городской округа люберцы и личный тренер артема баркова трехкратного чемпиона россии и бронзового призера а бронзовой истории бы рассказывали в первую часть красиво звучит бронзовая история вот по лыжным гонкам юноши 15-16 лет я так понимаю артем что вы плавно переходите уже скоро в новый репертуар сейчас вам сколько лет уже полных как врачи говорят 16 полных и со следующего выступаю по старшим юношам 17-18 он старший юноша что такое старшие юноши это сложнее будет ну конечно же сложнее новые нервы да ребята растут так превращаются уже можно сказать настоящих спортсменов мужчина уже да да ну вот ну и старшие юноши дают возможность попасть уже в национальную сборную юниорскую а вот сюда с этого возраста уже национальная сборная приглашает спортсменов в свой состав то есть до 21 года да да потом идет порядок что молодежная сборная вот и соответственно уже взрослая но тут такой вопрос артем а вы хотите попасть такую сборную конечно да кто не хочет вы же наверно смотрите опять же так как соревнований много ну по крайней мере в нашем понимании вы видите в общем то потенциальных конкурентов до которые могут потом может быть в одной команде будете дружить может быть кто его знает как жизнь нас ложится вот на сегодняшний день вот вы как себе отдаете отчет в том что вы сейчас перейдете в новый этот этап мы сейчас поговорим что в этом году вас ожидает но тем не менее там наверняка то ребята могут быть и пожестче тоже юноши 15-16 такое вот уже 17 18 там же 19 и 20 пойдет в прошлом году с ними же бегал так же ребятами потом знаком просто стали сильнее будет сложнее но просто работаем и идем дальше а в чем у вас по сравнению с вы же их сравниваете может они там великаны какие-нибудь ноги у них чем вы берете что у вас вы считаете наиболее развита скажем так ну я думал природа просто нослюсь неплохая и наверно это основное умение то есть осталось только не впадать вот что состояние вообще будет идеально на выносливость если значит вот выносливость как ее можно в общем-то еще совсем молодом организме когда столько всего вокруг и просто иногда хочется отдохнуть как она тренируется я хотел сказать репетируется потому что выносливость тысячи психологический такой момент что вы делаете для того чтобы выносливым был спортсмен достаточно довольно многие перечень тренировок которые именно развивают выносливость есть и специальная выносливость ну конечно же очень помогу плавы и бассейна тут мы с вами совпадаем я тоже плаву конечно только не так выносливо как вы но я посмотрел бы это сколько бассейнов вы делаете сколько бассейнов ну порядка двух часов спортсмен находится на воде и все время в движении все время движения ну да это только со стороны могу посмотреть где-нибудь в уголке стоя так два часа бассейн еще ну соответственно такие же длинные кроссы вот это не мое особенно используем длинные кроссы в горах на высоте по пересеченной местности именно в горах а в горах каких выбивали сочи уезжаем сочи проводим там сбор и в сочи довольно таки серьезный рельеф горный я спортсмен получаю должное бедные спортсмены вот для кого сочи это просто город наверно еще на любимый потому же да когда да когда в жару 30 градусов спортсмен бежит в одну сторону только полтора часа и обратно возвращается то и там можно кто-то купать за боже мыская прелесть а купаться хоть дают потом вечерком ночью хотя не отдыха ездим и же не сам смысл на самом случае живем на красном поляне а потом достаточно легко ехать ну да там ласточка есть можно на эту силу это несколько часов вдали хоть поплавать-то детям ну конечно конечно выезжаем на море обязательно у нас раз в неделю море это обязательно то есть как за хорошее поведение так тот кто подбер и вот вы бежите вверх сколько это получается в метраже ну или там как считается по по времени засекал по часам он где-то порядка получается на это 15 километров в одну сторону 15 обратно порядка 30 зачем именно в гору то ну так вот она и тренируется выносливость потихонечку шаг за шагом так и растет сердце а бегаете как какой-то специальной обуви но это же как как к лыжам это просто бег в кроссовка бег да конечно кроссовая обувь а как летом можно имитировать какие-то лыжные вещи которых нет ну или этого там не стою в сочи поднимаемся мы на да на лауру на где проводилась у нас олимпиада ну соответственно проводим там роллерную работу на лыжероллерная трасса осталось профессионально вот на роллерах ходим ну и соответственно имитационные тренировки с палочками они ходят бегают прыгают прямо удовольствие артем скажите пожалуйста вот иногда хочется остановиться передохнуть или все-таки находите в себе силы тренироваться дальше вы же совсем еще внук по учелу чтобы их ответ на вы же еще маленькой еще хочется себя немножко это тут уже в старости все время заставляешь себя что-то делать потому что ты все время должен быть вот а тут коем хочется ну может там не знаю в телефоне посидеть с друзьями пообщаться а тут по горам бегать мне кажется если это костяне довести знать что то не то ты делаешь а конечно в эту тренировку тяжело просто бежишь терпишь меня что ты зачем-то делаешь думаешь но это вы понимаете потому что если это тренер понимает это одно понимание а если вы понимаете это то это другое конечно понимаю то что я делал это не просто так то что это место нужно и просто говоришься это работа дальше и все вот во время подготовки в течение года есть у спортсмена вообще какое-то время когда он без не находится под контролем тренер но отпуск какой-то есть но вот сейчас у нас межсезонье как раз на улице моросит дождь а вы здесь вдвоем в студии с тренером снега снега уже нету вот поэтому вы же законе вы же у печки стоят до брати практически так практически так спортсмен предоставлен немножко себе как раз мы обсуждали сейчас сидели в фойе по поводу отдыха по поводу того что нужно посетить какой-то на санаторий вот либо это будет какая-то база спортивная там где может спортсмен спокойно отдохнуть поплавать расслабиться и вот этот месяц в какую-нибудь базу отдыха бы поехал но это для спортсменов для тех у кого есть медали алексей николаевич скажите пожалуйста что ждет в этом году в общем то вы сами сказали сейчас на снег сошел апрель-май потом лето как будет идти подготовка ну вот я так понял отдых какой-то а потом все-таки будете снег искать где-то снег мы всегда выезжаем на ранний снег всегда найдем да мы всегда выезжаем на ранний снег просто ежегодно вот проводились отборы в ноябре месяце на детские олимпийские игры так которые проводились в разных странах мира сейчас данный момент в россии ситуация очень серьезная вот поэтому этих соревнований уже практически нету но тем не менее спортсменов все равно нужно готовить какие-то другие соревнования российские на конечно же альтернатива всегда мы находим альтернативу и российские соревнования есть на спортсмен уходит немножко на другой уровень на старших юношей соответственно снег переходные тогда снег более ранние соревнования более ранее поэтому здесь на цикл подготовки немножко смещается уже более раннюю сторону он а вот кстати такой вопрос все на у нас очень много спортивных чиновников на самом разном уровне но они сейчас и заботились тем чтобы те занятия которые в силу известных причин выпали заменить их какими-то ой ну наверное обсуждение идет очень много еще было появится до обсуждения идет очень много но здесь спортсмен довольно таки юный вот это не не действующий сейчас сборная российская которая действительно до осталось с проблемами какими-то определенными но я думаю что все впереди и как все говорят победа будет за нами поэтому я думаю что у спортсменов настолько юном в юном возрасте в дальнейшем все сложится вот хорошо кстати о юном возрасте артем вы уже находитесь в таком состоянии когда как бы назад дороги нет и вперед еще довольно долго идти вот к тому но взрослому уже да когда мы будем вместе с известным комментатором который кричит громче чем тренер а вот следить за вашими победами хочется надеться что так и будет и вы к нам придете в студию мы будем довольны и все здесь это же совсем другая но мотивация наверно уже сложнее вы взрослеете вот потом вы же учитесь в школе и так далее там еще есть какие-то проблемы потом может поступать когда-то уже сколько там осталось с каком классе на 9 9 а ну да продолжать учиться или сейчас когда конечно же да то есть как вот это все совмещать вы готовы идти дальше нам очень важно это понять конечно готов да именно вы да и в ваша семья вас поддерживает в этом и тогда держит то очень хорошо резинка немножко поговорю о тех кто ну как это кто нас выводит мастера как в той песне появится потихонечку человек становится взрослым но там же начинают начинает какая-то молодежь выдвигаться кто-то сейчас совсем маленький только начинает вот кого-то собираетесь брать еще себе как личного тренера и личный тренера только один конечно же у меня целая плеяда юных спортсменов вот артем то выбился конечно же тоже из и из малышей вот он пришел вылупился до пришел ко мне во втором классе и вот год за годом достигли таких результатов вот очень много перспективно спортсменов которые сейчас это московской области неплохо выступают в голове то есть занимаемся тренируемся практически каждый день спортсмены хорошо видят параллельный результат до соответственно это реклама да да амбиции появляются и мотивации появляются очень серьезно то есть мы артем уже может как-то даже заходить определенного в зал как бы немножко там нет 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 у него такого нет только на лыжне да я надо чтобы соперник боялся я здесь он совершенно скромный человек я никогда не говорил о том что где-то ведет себя не очень скромно то есть вот к плеяда тех мальчишек еще которые еще да то есть тоже подходит по мальчишек и девчонок и девчонок стана да так же приводите вот чтобы у нас тоже еще по количество медалей увеличилось артем не еще такой вопрос возвращаемся к гонкам да к соревнованиям я уж не знаю как это у вас называется может быть на сленге но все равно что главную для победы понятно главное но бывает такое что стопроцентно уверенно что вы победите вает или не бывает такого или все равно всегда сомнения как я щас объясню свой вопрос вот когда при спектакль или выступление перед какой-то публикой вот моей профессии да ты вроде все умеешь все знаешь тебя твой личный тренер до переводя на вас всему научил ты только выйдешь и тебя все получится и так обязательно будет но все равно какой-то вот перед выходом на сцену мандраж великие актеры и наши и зарубежные они всегда вот перед выходом за кулису они вдруг становятся опять на секундочку вот сомнения возникают говорят что если этого сомнения нет то это плохо а потом человек переходит и все уже сцена и понеслась вся история вот как это спортсменов просто передайте тем пуху есть волнение и как бы есть моменты что если час и готов если сделал все как надо я добьюсь результата но волнение есть потому что если что-то для зелени то то результаты просто не будет а вы смотрите таким взглядом суровым на соперника я тебе сейчас там но если вы стартуете вместе есть такие соревнования да есть как-то стараюсь больше себе думать то есть они не развиваются на все то есть это просто какие-то странные люди которые бегут рядом до соперника просто дистанции все соперники понятно еще такой вопрос алексей николаевич по оборудованию так сказать мы по моему то тогда его тоже касались вот я так понимаю что тоже такой главный сейчас вопрос почему потому что но как вы лыжи подберете так они и побегут верно и на конечную проблему да нет но инвентарь конечно же для таких результатов нужен очень серьезно вот как мы в тот раз обсуждали что лыжи это довольно таки высокозатратный вид спорта на них экономить нельзя в данный момент да на них экономить нельзя лыжи стоит довольно таки дорого вот никто не отменял европейских производителей и вы их ищете все равно все равно находим эти лыжи но и соответственно научились достойно готовить их понятно ну коллеги мне остается по традиции мы встречаемся весна впереди у вас такое не совсем сезон для зимних лыж но тем не менее мы желаем вам новых побед вот новых спортсменов которые будут приносить медали но и вам я сказал стол ждет очередных наград артем барков трехкратный чемпион россии и бронзовый призер по лыжным гонкам пока еще среди юношей 15 и 16 лет алексей николаевич илюхин тренер спортивной школы олимпийского резерва городского круга люберца и личный тренер артема спасибо вам огромное это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания